Продолжение следует... 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 Терпеть благодаряще Бога. Что я ответил, не понравилось, просите, не гневайтесь. Не гневайтесь. Расспросите, почему так сказал. Я дам объяснение. Потому что близок Господь. Если страха не избыли, в страхе живете, никогда ничего путного не создадите. Вот здесь был страх какой. Начинали раздавим, все тракторами не дадим. Тут средства какие уйдут по Теряевку, не рубля по сегодняшний день за 25 лет. Ничего нет, все нормально. Вот дорожку пытаемся восстановить. Вот она, 270 метров. И похоже, что она уже нам за полмиллиона выйдет. 270 метров. Страшно дорогое удовольствие. Вот он катит шофер. Вот так. Я иду, поэтому так шатается у меня все. Вот он куда заворачивает на разворот. Звать его Анатолий. Вот он мне позвонит. Сейчас этот не позвонил. Вот я тут иду, помогаю Никите. Там дамбы возводить отдельный на прошлогодний второй прорыв. Ну, а он сказал через два часа, за это время суда, видите как. Никогда и не думал я, что в 77-й год, а я буду тут в Толочке. Да и радостно мне это все, что такое участие. Такая дорога. Дорога-то сразу сменилась. Здесь же показывали вначале. На полколеса в грязи все шло. И не выполнить ничего нельзя было. В обезд шли. А сейчас вот он. Едет шофер. Съездили в Мамонтов, заплатили. Он все выполняет как надо. Вот так. О, Анатолий приехал. Вы в интернете через полторы недели две увидите, как вы нам привозили. Все будет вышло. Зачем? О, вам интересно как? А я в компьютер не гляжу. Ну, а может кто-то вам подскажет. Влечка у меня там смотрит. Скажет, смотрит. Я говорю, какие рабочие? Бог дает нам каких людей. А я даже его не знаю, как ни включать, ни выключать. Вот там, знаете, я говорю, парнокопытное животное на нем может работать. Лишь бы знал, куда надавить. Я, это смех было. Я рядом с Мамонтовым живу, бывший совхоз. Уехали они в Мамонтово на базар. А я телевизор этот раз включил. А он раз в компьютер включился. Давай по телефону звонить, ночь. Наша. Как выключать она? Подойди к нему. Подошел. Нагнись. Нагнулся. Видишь кнопку? Вижу. Дави. Я надавил. Он говорит, не выключается. Сейчас выключится. Я его выключаю. Это сильное изобретение, которое, представьте, мобильный телефон. Раньше кто бы мог подумать, что можно ехать дорогой и разговаривать. Да, да, да. А сейчас за это штрахуют уже гаишники. Ну да. А вы знаете, кто изобрел-то? Телефон вот этот. Нет. Мартин Купер, запомните. А, сейчас это вот по телевизору показывали. Наши придумали, еще хлещи. Ну, хлещи нельзя придумать, наверное. Нет, еще хлещи. Ну, на готовое, на готовое это уже. Объясняли они его, что там реконструкцию ему сделали. Может быть, но в начале, что самое главное, он заложил. Мартин Купер. Вот наши показывали. И показывали эти. Два умельца сделали. А. И они студенты. Ну, а вот который интернет, это Тим Бернерсли. Ну, это нормально, что ли. Ну. Так, сегодня еще приедете? Нет, все уже. Все уже, да? Я же пока сейчас экскаватор с карьеры в Мамонтову. Понятно. Вот что и утром долго. А далеко от Мамонтова карьера? 17 километров. А в какую сторону? Буканка. А, Буканка. Да, там в Бару. Понятно. Там песок и берете. Вот эти его данные. Ну, сейчас он только откроет. И, пожалуйста. Вот. Еще стряхнет даже. Вот как придумали люди у него. Все. Отъехал. Вот прямо он проезжает. Прямо посередине у нас состоит знак. Знак. Это я наделал такие. Вот они. Палочку не вижу. Вот она стоит. Ну, и так по всей трассе наставил. Через 14 шагов. Ну, это на 10 сантиметров, что он покрыл. Посчитали. Каждая машина 6,3 кубометра. 10 тонн. Видите, как он ломает нашу трассу. Тяжелый. Ну, это и хорошо. Он удавливает ее. Так в интернете там где искать-то? А я вам дал, которое на ней написано. Ютуб. Ага. Там увидите. Кому-то подайте и скажите. Ну, это в мушке я ей подал. Через две недели. Через две недели? Да. Я отдам на обработку, отошли в город, а только потом поставят. Ладно, через две недели не забыть. Там будет название «Песок». Песок? Песок. Ладно. КАМАЗ. Вот так и по этим словам вы легко найдете. Хорошо. Давайте с Богом. Вам понравится? Вы заведете компьютер. Да у меня есть она в мушке. Вот. Вот вы скажете, что не надо быть большим начальником, достаточно хорошо работать. И тебя уже будут выделять. Ей уже 16 лет, последний год учится. В школе. Ага. А вам сколько лет? Мне? Да. Мне 4, 3,5 месяца до пенсии осталось. О, недалеко. А мне 76. Мне уже осталось. Курите, нет? Курю. О, у меня все по курю. Надо бросить. Это 12 лет жизни отнимает. Нет. У нас, вон один есть товарищ. У него рак. Новосибирск, переливание крови сделал. И врач сказал, не думай сразу бросать курить. Растяни пачку. Он на 2 года моложе меня. Развини пачку дня на 3, на 4. Если ты сейчас бросишь, курить ты сразу. Это неправда. Это обман. Ну, это обман. Обман. Но еще он умер? Нет. Живет? Да, он пачку на неделю растянул так. А вы Лева Яшина слышали от врата? Да, был. Ну, он курил. Большой палец ноги заболел, ногу отрезали. Продолжает курить. Врачи говорят, не папирос. Дальше вторую ногу отрезали. Пока всего не изрезали, помер. Табак – это смерть. Я на это говорю, кому еще Всевышний отвел, кому скажу. Ну, отвел-то Господь на трезвую жизнь. А если человек наркотики принимает, ему 36. А это наркотик. Табак – это наркотик. Более легкий. Анатолий, бросай курить. Поехали. Давай, с Богом. Молодец. Вот так наша жизнь в деревне. Я все время говорю вам, как хорошо жить в деревне. Видите, там, чтобы проехать, да, еще Игорь растянул некоторое. А сегодня вот сколько песку привезли. Всего только три КамАЗа. Тридцать тонн. Ну, три-четыре-двенадцать. Сорок-два метра прошли вперед. Смешно даже. Четыре КамАЗа назначены, но где-то асфальт, более важный. Мы не попали в число важных. Вот какие красивые ветлы. Это, как, говорит, старые липы. Вон какие они развесились. А тополя, могутные. Но они дорогу тут тенью застилают. Зимой решили убрать тут кое-что. Вот так. Ну, это комбайн. Комбайн. Вот такой комбайн. Это едет Терентий. Старший сын Игоря Барабаша. Он в Барнауле учился, закончил технический университет по строительству. Ну, вот приехал, видимо. Вызвал отец. А это вот тополя стоят вдоль деревни нашей. Здесь Пастоногово жили. Мы на одной квартире в Корчене с ним жили Паша. На два года старше меня был, с 37-го. Всю жизнь тренером проработал. И так его эта физкультура и погубила. Запил, запил. И вся семья такая пошла. Еще вспоминается здесь. Это чужой край для нас был. До магазина знали, а дальше нет. А магазина-то, где сейчас дьякон там макала батюшки. Не доезжая батюшки. Вот она, видите, дорога какая вздыбленная. Куда тут сыпать? А если бы они ехали по груженой 10 тонн, нам уминать было нечем. А вот мимо бы по этой вот колее-то нажимали, вот. Она ложится прям на место. Можно было высыпать. Этой ямы бы не было. Ну, ладно. Вот по этой дороге сейчас ездить нельзя. Но тут поле у Игоря. Комбайн. Вот пройдет или нет. Гречку везет. Прогнал. Проехал. Слава тебе, Господи. Вот он на склад. Поле-то рядом прямо. Объезжать-то очень далеко уже. Но он маленькая тут своя. Это у него ковш такой на тракторе. Кун называется. Вот он куда подъехал. Школа рядом. Жена в окошко смотрит. Муж работает. Лена как старший учитель, как завуч. От Кольщинской школы филиал. Вот он туда заезжает. Что значит трудиться? Трудится. Дочка закончила университет медицинский только что недавно. Сын нынешний закончил Алтайский технический университет. По специальности строителя. Вот она. Жена вышла на крылечки. Посмотреть как. Вот как живут по Теряевке. Никуда не идти, трамваев не ждать. Вообще здорово. Вот вот идет Евгений Дьякон. Бывший. Вон там ощущают зерно на машине. А тот песок, через который он прорвался. А я жду. Все жду. Уйти нельзя никак. Должны подойти КамАЗы. Интересно жить, когда работаешь. Ни за кем не подсматриваешь. Бог милует. У меня за всю жизнь не было ни одной минуты за кем-то подсматривать. К слову сказать, никогда, нигде. Если что-то мне надо узнать, я поехал к Александру Меню. Посидели. Я высказал ему мои несогласия. Все осталось. Почаевали и разъехались. С кем хотел встретиться? Встретился заочно как? Никак. Невозможно это. Ни на одного не нападал. Никогда. Нигде. Разборы выступления делал. Делал у больших людей. Бывшего митрополита калининградского Смоленского Терила. Гоняева, когда он был. Патриарх Алексея II. Андрея Анархи. Митрополита старого Брященского. Козлова Максима. Мирасова. Амвросия. Делал разбор. Разбор их. Как они отвечают. И как надо отвечать по Слову Божьей. То есть они не по Слову Божьей отвечали. Только и всего. Зачем иное это? Это мы около батюшкиного двора. Набираем солому. Сам сено. Сама нить. Делаем небольшой. Как дамбочку. А это у батюшки овцы. Сверху лежала сено. Никита им бросил. Смотри, они как забрались куда. Вот они где. Это батюшка себе баньку такую сделал. Вот она какая у него из бруса. Это овчарня. Плотную к дому. А это у него дом. Мансарда-то там метров шесть высоты, наверное, еще над ней есть. Ну, батюшка держит овец. Держит овец и продает. Всегда обед исправляет. Кто приезжает, батюшкиные барашки рассчитываются. А у меня голуби. Вот как. Интересно так. А мне овечки, они только жалко их. Что есть, что нет. Курочки, это другой вопрос. От голубя. Как Шариков, еще я не понимаю. Слоны, коты. Что тут сравнивать? Это у диакона сено. Сено покрыто пленкой. Надо узнать, сколько стоит пленка. Надо, может быть, надо пойти на сливы на весеннее время. Знать, тихо, тебя пошел. Вот. Там Никита уже пошел. Два мешка наколотили. Вот. А там Андрей. Женя. Никита слышит, как там на лагерном стучат молотки. Володя с Сережей там трудятся. А мы здесь. Кто, батюшки, старые запасы солому. Видно, что пропащая уже на подсилку овечкам-то. Ну, мы тут и гребем. Вот машина пришла. Гречку привезла. Гречку с поля. Вот. А это зерно-ощистительная машина. Я подходил, показывал ворота. Ветер был, сорвало. С петель. С петлили, сказать, как правильно. Знаете, все рядом. Вот весь этот лес. Вот эта красота. Нынче еще я не вижу осинок. Осинки, как свечки красные. Красные. Просто как будто бы краской кто облил. Такой сильнейший ветер был, тут ломал. И вот кое-где остались. Около храма какая березка. Видите, как все хорошо. А в городе, ну, я выйду, что? Двор. Каменные дома. Вот с этой стороны. Вот. И вот целыми днями над нами летят самолеты. Не знаю, видно или нет будет. Нет, наверное, не видать. Линии исчерстят. Сейчас он, конечно, самолет натягивает на эту вот биквину. Я над биквиной могу показать его. Нет, наверное, не увидать. Ну, только пролетит один, второй, и мы прямо на трассе попадаем. И вверху смотришь, что одна, вторая, третья, и все это. Может быть, даже видно будет. Вот эта полоса. Говорят, 900 километров в час на высоте 12. И вот безумцы сбили этот Боинг. Друг на друга перекидывают. И Господь только покажет на суде Божьем. Сидели люди в самолете, разговаривали, молились, смеялись, обнимались. И вдруг грохот. Все развалилось, сознание погасло. Вот он стянет самолет. С утра до ночи идёт. Да. Уборочная идёт. Вот наш храм. Школа. Это после свадьбы на окнах остались. Когда зерно не вмещается, плёнка расстилает. Большая кукла. Везде самолёты летают. Склад-то завален весь. Абсолютно весь завален. Это всё в речке. Кашу будут вислили. Вот так вот. Ласточки улетели. Пустые гнёзда. Это считали мы несколько десятков гнёзд. Видите, как деревня интересно. Оставили зерно-очистительные машины. Смотрите, что. Это не просто так. Там, в нидерах, пар. Жена-труженик трудится. Держать веком. Почему-то приходится задавливать. Видите, что. Народа не хватает. На той стороне по тому угараду лес штабельно падает. Это углярышка. Это мишка. На стиле. На улице это зерно-склад стоит. Это блядь, это патеряршка. Вон там, у салона. Я только сейчас разведел. Там человек сидит. Набирает мишки. Да это же Никита. Он же многие работы делает совершенно самостоятельно. Так ему это не просто всё даётся. Ни одной работы в жизни не выполнял. Вообще не так. Как будто только родился. Всё учиться с нами. И тут же находятся люди, которые стараются мешать. В нашу овчарню залазят волки и бушат овечек. А это проще всего сказать. Волк приходит украсть. Он над ними не трудился, вор. Перелазит в Инди. То есть вопреки священного писания. Мы вот никогда не брали. Павел говорит, не на засеянном сеем. А на вины распахиваем. Там, где никого не было. Никогда Слово Божие не слышали. Вот это совершенно разный подход к жизни. Это я бы зашёл и начал там сказал один раз высушил человек свидетельствовать разрешённо. Но не лгать, не обманывать. Сегодня самая обманная организация наверное это православие ложное. Ничего не знают. Каноны все попирают подряд. 413 и каждый день. И всё цепляется, цепляется. Сколько ездил по храмам. Ну а тогда народу никого не будет. Экономия. Придумали слова какие-то фальшивые. Экономия. Какая экономия, когда закон написано. Шестой Вселенский собор, второе правило. Трубы Духа Святого изреклись Трубы Духа Святого. И на этом конец малолеток ставят священники подряд все, почти 100%. Экономия. Какая экономия? Экономия не знает. Христос вышел на пропыть не раньше 30 лет. Какое правило не взял. Венчают по несколько раз при живых женах, мужьях. Ну то есть безобразие полнейшее. И сказать нельзя самое главное это. И все это безобразие выдают за православие. А к православию как раз это никакого отношения не имеет. Это осуждено и написано подклятывается под проклятием. Ну а что сделать? Служители сатаны всегда находились. Они будут ереси разные носить как арень, история и тихий. Мало ли их было. Крещения никакого нету. Мокрой ладошкой по голове задел все. И человек считает себя верующим не ходит. Все каноны что три воскресных дня не был отлучаются. Тут выполнено никого в церкви не будет. Но ни одно правило с любовью не принимается. Придумали что архиерей скажет. Но архиерей тоже на суде Божьем будет стоять по слову Божию. Библию в руки даже не берут. Это люди у нас которые через проповедь пришли. Через занятия в университетах. Все где-то что-то услышали. Приняли крещение с полным погружением. Это Игорь слад. Сено заготовлено. Тут его машины холодом устоят. хорошо в деревне.